так так техника сделала сделала что-то паузу мы потом это видео склеить и так древесные пилки были предварительно вчера заварены каким образом происходит их заварка то есть видим наполняем ее на приблизительно на 4 5 эту емкость чтобы она не вываливалась наружу заливаем водой ровно вот столько сколько есть и ставим на кипячение ну буквально после того когда закипит вода нужно немножко перемешать после этого перемешали крышечкой выключили газ и оставили так на другой день здесь вот есть такая проволока для того чтобы скрыть воду делается очень просто проволоку привязываем за вот эти ручки и просто переворачиваем емкость на бок она самотеком свести больше никаких особых приспособлений не нужно и получается вот такой сухой материал та же самая история абсолютно по той же технологии только немного больше емкость вот вот такая кастрюля это можно для этого применить или обыкновенную 40 литровая которая есть большинстве домашних хозяйств для стерилизации банок или там другую какую-то емкость по объему или даже можно сделать если вы будете делать один блок это может быть и небольшая кастрюля или ведро и что сюда было вот измельченная солома по той же технологии залита водой и доведена до кипения несколько минут там 5-10 минут она покипела сверху накрывается крышкой и ставится для остывания до следующего дня на следующий день когда это остынет у меня есть такая палочка выручалочка эту палочку выручалочку я делаю вот так может кому-то пригодится вот помещаю сюда между и емкость просто переворачиваться и самотеком устраняется вода из этой емкости дальше приступаем непосредственно к изготовлению самого блока для нам нужно будет взять вот такую емкость вот такая емкость я порекомендую какие-то емкости из домашнего хозяйства желательно перед тем как вы будете замешивать консультанты и с мочалкой с мылом хорошо перемыть это предосторожность от того чтобы не попало не нужны инфекции так соотношение приблизительно нету никаких параметров там взвешивание просто можно сказать так вот на глаз если делаем 1 2 3 4 4 объема соломы и один вот такой же объем опилок опилки обязательно только лиственных пород деревьев могут давать вещества смолистые вещества которые неблагоприятно влияют на рост при цели эти грибы они растут только на лиственных породах деревьев поэтому купилки берем известны и следующий еще раз добавляем пока емкость не будет заполнена полностью 2345 я уже дал 5 значит немного больше опилок все никаких там более там сложных примирений то есть соотношение приблизительно 1 5 то есть 20 процентов у нас идет опилок 80 процентов идет салон теперь нужно сказать что такой вот субстрат который будет приготовлен он подходит для всех видов он подходит для шиитаки подходит королевской вешенки или белого цветного гриба и подходит для обыкновенной вешенки то есть на этом субстрате можно попробовать вырастить три вида вот этих грибов это мы все более-менее так перемешали почему не готовились эти составляющие в одной емкости потому что структура просто соломы и структура самой древесины они намного настолько разные что сделать вот это соотношение один там четырем один к пяти довольно таки сложно в сухом материале когда они замочены здесь это сделать намного проще поэтому я делаю в этих двух емкостях если уже такая проблема что емкости не оказалось это можно сделать предварительно и в одной емкости по сухому материалу где-то так приблизительно существенно там роли будет это 20 процентов 25 или 15 она не собирает вот приготовлен таким образом субстрат мы будем сейчас помещать этот пакет для этого чтобы блоки получали более-менее я рекомендую делать их весом по два с половиной килограмма поэтому сюда мы высыпаем почему 20 килограмма в этом объеме если будет больше потом трудно будет вымешать вот этот субстрат трудно будет вымешать с самим мицелию поэтому делать поэтому грибной блок приходится делать вот я здесь делаю этот грибной блок ровно весом два килограмма 300 340 300 грамм если сюда добавить еще 200 грамм посевного мицелия вместе это все получается с половиной килограмма сам грибной блок вот сделали такой грибной блок следующий этап для того чтобы его стерилизовать мы берем например вот такую стяжку для электротроводки и его просто завязываем вот один грибной такой вот субстрат стерилизации готов мы можем еще сделать еще один вот эти емкости которые показывал не хватает для того чтобы изготовить приблизительно 5 блока то есть из такой костюме на 40 литров и такого количества оттенок можно сделать ровно 5 полноценных блоков так смотрим здесь у нас есть вот два килограмма 300 грамм вот но и вот из такой емкости у нас получилось два грибных блоков я их для стерилизации это можно и по-другому поступить можно так заматывать там заклеивать все чем то лучше рекомендую стяжку если у вас нет стяжки это можно взять любую там беремку все что угодно главное чтобы закрепить чтобы в дальнейшем после стерилизации у нас сюда не попадала из внешней среды не попадала инфекция вот этот бактериальный фильтр он будет позволять внутрь проходить пару во время стерилизации будет прогреваться сам субстрат внутри и в то же время этот бактериальный фильтр не позволяет инфекции в дальнейшем попадать внутрь и заражать на грибной блок после инокуляции вот несколько минут мы приготовили таких два грибных блоков дальше будем приступать к посеву самого мицелия на этот блок для этого предварительно вчера я изготовил уже есть приготовленные блоки постерилизованные сейчас я расскажу как это сделать в домашних условиях если у вас есть хозяйстве на даче есть емкости для стерилизации вроде каких-то других приспособлений например что-то похожее вот на такие вещи вы можете стерилизовать этот субстрат вот таких емкостях но я думаю что не стоит заморачиваться особо здесь поместится таких вот больших это не совсем оправданно я думаю что намного удобнее делать по тому способу как делаю я вот а о том если вам нужно вот такой агрегат получить дома смотрите подписывайтесь на видео я потом расскажу как здесь вот такой емкости проходила стерилизация этих грибных блоков вот здесь видно что в эту емкость помещается ровно три грибных блока для того чтобы эти блоки не утонули в воде сюда наливается на дно небольшое количество воды вот и так видно небольшое количество воды где-то такая вот по такому уровню и обыкновенная сетка от микроволновой печи ставится вот по центру и вот эти блоки помещаются вот на эту сетку таким образом происходит стерилизация этих грибных блоков так помещаем камеру обратно так и продолжаем работу эту емкость нам можно сейчас уже до относительно того что здесь внутри здесь видно что вот в блоках собралась жидкость это не совсем желательный фактор нам она здесь не нужна сейчас мы будем его устранять если такое случится у вас тоже при производстве этот момент нужно будет устранить для этого сейчас я покажу как вообще для того чтобы отделить воду хорошо от этого субстрата желательно на более длительное время переворачивать вот эту емкость вот сама ну какая влажная должна быть от этого субстрата если мы его берем в руку и начинаем сжимать вот сейчас видно что выделяется немного вода вот видно капли это свидетельствует о том что нужно было немного дольше подержать перевернутом состоянии чтобы более полно стекла вода если этого не делали виду спешки то это вода нам потом выделилась этих блоков сейчас мы попробуем этот фактор устранить каким-то способом для это нам нужно будет небольшую емкость возьмем обыкновенные салфетки для этого нам нужно будет еще скотч вот такое вот действие и здесь делаем небольшой надрез и лишнюю жидкость из этого блока просто-дапросто устраняем вот так вот вот так вот После этого мы расправим полиэтилен. Вместо надреза мы подсушиваем для того, чтобы хорошо приклеился скотч, потому что лишняя перспарка нам здесь абсолютно не нужна. И таким вот образом заделываем, вместо надреза хорошо это все заклеили. Я попробую сейчас, ну давайте сделаем два блока, один сделаем шиитаки, один сделаем королевскую вешенку, поэтому я наверное один отложу в сторону и приготовим еще один блок для посадки. Делаем ту же манипуляцию. Копилки. Солома вообще идеальный материал для производства вообще грибных блоков и для работы, поэтому они используются в промышленных целях для выращивания грибов. Они имеют очень прекрасные такие свойства, которые позволяют работать вот с этим материалом. Потому что солома она, это вода собралась из-за того, но возможно при стерилизации вот этих блоков, да кстати я не знаю, забыл возможно сказать, эти блоки мы помещаем вот в эту емкость для стерилизации, то есть в кастрюлю. И в таком режиме сначала делаем огонь немного больше, чтобы побыстрее закипела вода, потом делаем самый-самый маленький огонь ровно настолько, чтобы внутри, чтобы внутри происходил подогрев самого субстрата и он в таком режиме эти блоки находятся приблизительно 3 часа. За это время достаточно времени ровно для того, чтобы произошла достаточная стерилизация самого субстрата. Вообще нельзя сказать, что там проходит стопроцентная какая-то стерилизация, это все относительно. Но те патогенные грибы и споры, которые находятся в самом субстрате, а они там находятся всегда в огромном количестве, они все равно получают довольно-таки весовый температурный шов, который на некоторое время парализует их и не дает возможности проявить себя в этом субстрате. А вносим мы субстрата в этот блок очень достаточное количество, то есть на уровне 2 кг это будет 200 грамм, это приблизительно 10%. Это довольно-таки большое количество мицелия, которое позволит вот этот запас времени, этот температурный шок, который мы провели по патологическим грибам, которые находятся в субстрате. Это времени будет достаточно для того, чтобы вешенка или шритаки колонизировали вот этот субстрат и в дальнейшем не дали возможность произрастать патологическим грибам. А когда уже мицелий колонизирует вот этот субстрат, то он уже не позволит, ввиду отсутствия питательных веществ и всего остального, он не позволит просто другим грибам вырастать на этом субстрате. Таким образом, сейчас будем проводить инокуляцию вот этих блоков, которые мы уже приготовили. Для этого нам будет необходимо тоже еще большие приготовления. Итак, ну здесь в этой емкости это дезинфицирующий раствор. Для дезинфекции предмета вы можете использовать все что угодно. Вы можете брать, например, что это может быть спирт, это может быть обыкновенная хлорка или какие-то другие дезинфицирующие растворы, которые используются в медицине. Вот мы обработаем сами ножницы. Распечатываем пакет с медицинами. Я думаю, что не стоит, можно его там распечатывать, но более удобно будет с ним работать, если мы сделаем вот такой вот надрез. Мицели аккуратно вставляем в сторону, тогда снимаем вот эту стяжку, если у вас это не стяжка, веревку. Мы аккуратно ее срезаем, стараемся максимально быстро и без лишних попаданий, внесения внутрь чего-то другого. Вот мы берем вот этот пакетик и вытряхиваем просто внутрь. На этом весь процесс инокуляции заканчивается. Это мы вкладываем в сторону и делаем снова ту же процедуру. И пакет затягиваем. Вот только что на ваших глазах очень так чисто и очень правильно был инокулирован субстрат мицелием королевской вешенки. Это мы вставим в сторону. Таким образом сейчас мы сделаем то же самое с мицелием шиитаги. Может кто-то задаст вопрос, почему шиитаги вот такой темный, а мицелием... Мицелием вешенки вот такой вот белый. Через некоторое время он тоже шиитаги будет такого же цвета, просто этот сделан немного раньше, на две недели, этот сделан немного позже. То есть он сейчас очень свежий и еще не зарос. Вообще вот этот белый цвет, так, чтобы вы знали, это не совсем показатель качества. Если белый, значит хороший, если вот темный, значит... Вот это как раз тот вариант, если он рассыпчатый, ну если достоверный производитель, то это говорит о том, что это свежими целями. А если он вот так вот уже довольно-таки сильно оброс или вообще вот такой сделался, как сыр, это говорит о том, что он длительное время хранился или находился в холодильнике. Итак, проводим дальше инокуляцию, распечатываем вот этот пакетик, срезаем вверх. Вот и вся манипуляция. Вот таким вот образом только что на ваших глазах приблизительно за время съемки, это где-то 25 минут, даже еще меньше, мы успели с вами инокулировать два грибных блока и мастерить два грибных блока для стерилизации. Вот так незамысловатым образом можно вырастить у себя дома шиитаки просто на подоконнике. В принципиальном, в промышленном плане, если вот эти блоки делать, происходит все то же самое. Только количество, например, стерилизованных блоков там будет не три, а в какой-то другой емкости, или это будет автоклав, там их помещается просто большое количество. А принципиально весь процесс выглядит точно так же. Когда, и вообще при работе с экзотикой, вот эта стерильная технология, она дает более стабильные и достоверные результаты. Потому что вся технология идет в таком стерильном техническом плане, и результат более закономерен, чем работа, например, с субстратом по обыкновенной вешанке, когда субстрат является относительно стерильным, там могут быть варианты заражения и так дальше. Здесь же все предельно просто. Теперь этот процесс еще не закончен. После инокуляции нам нужно равномерно распределить по стерили, которую мы внесли в этот блок, по объему вот этого субстрата. Значит, для этого мы будем делать следующее. Нет, распечатывая вот через стенку, видно, зерна вот этого мицелия. Мы будем их аккуратно разделять на отдельные зерна, вот так, просто через сам полиэтилен. Для того, чтобы это сделать по-другому, для того, чтобы не инфицировать. И потом, после этого, тогда мицелия разделяем на отдельные зерна, чтобы переместить этот лицелий по самому субстратуру. Для этого просто-напросто, да? Этот объем будем взбивать как подушку, для того, чтобы зерно равномерным образом переместит от объема самого блока. Вот сейчас можно видеть, как зерна сверху начинают перемещаться вниз. Это, ну, действительно можно контролировать. Ну, вот таким.